Анатолий Михайлович, вы ведь назвали так вот, что я бестолковый, я и без вас знаю, что я бестолковый, но в силу, могу я получить сатисфакцию или компенсацию за то, что вот вы всем людям рассказали? Что ты крутишь? Спроси прямо, заяви прямо, чтобы все тысячи людей, которые на тебя посмотрят, сказали, что Калдари выразил огромное удовольствие от того, что Плугар его назвал турком. И я приду с серьезным уточнением. Я тебя назвал турком не потому, что ты не вовремя меня прорвал, что ты меня не понимаешь. Я не имел в виду... Оскорбить турков. Я еще раз подчеркну. Проблемы у них возникали от того, что они не знали молдавский язык. Поэтому, когда молдаване видели, что они не понимают, они заинтересовались. Ты турок или кто? Именно так я поступил сегодня с тобой. 300 лет тому назад поступали молдаване с турками. Я очень люблю турков, кстати. Я очень уважаю. Еще один вопрос. И гагаузы в том числе, потому что я работал на юге. И они знают. Ну да, я сейчас раскрою секрет, что когда вы были начальником милиции в Вулканештах, вы отбирали у гагаузов самогонные аппараты. За что вас любили? Это я признаюсь. Закон такой был. Но не у всех. У тех, кто в категории делали плохой самогон. У тех, которые делали нормально, я закрывал глаза и не видел. Вот есть живые мои коллеги. Анатолий Федорович, тут возник по ходу пьесы такой вопросик. Объединение Республика будет проводить интервьюирование тех, кто будет иметь желание быть кандидатами на должность президента Республики Молдова. И представьте себе такую ситуацию, что Майя Санду тоже объявит себя кандидатом, что Игорь Дадон тоже объявит себя кандидатом. И от Республики им поступит приглашение на такой разговор. Как вы думаете, Санду и Дадон придут на общественное слушание в рамках Координационного совета Республики или не придут? Сейчас они все бросят и придут разговаривать с Координой. Да нет, конечно. Они вот посмотрят наше интервью и покинут Республику. То есть получится так, что получив приглашение и не придя на Республику, на общественное слушание, они покажут себя как трусы, которые боятся смелых и бескомпромиссных вопросов. А если они придут, то их просто там размажут. Их сметут. Да не придут они, конечно. Не придут. То есть ситуация проигрышная. Я не знаю. Прошу прощения, Игорь Ильич. Меня даже не этот вопрос волнует, придут они или не придут. Меня волнует, выдержу ли я их и все присутствующие, не только я, если они вдруг решат появиться перед нами. Я думаю, что чувство будет взаимозаменимое. Будет с одной стороны соответствующие и с другой. Не придут они, конечно. Я, например, пойду обязательно и задам вопросы и Санду, и Додону. Я выстоять и присутствовать там не смогу. Для меня это однозначение. Ну, я хотел бы все-таки оказаться в ситуации, когда я контролирую себя. Вот ты немножко... Я же тебя знаю. Ты меня... Чуть-чуть достаточно было спровоцировать, и я разошелся, видишь. Даже всеми уважаемого Игоря Гроссу критиковал сегодня. Нет, надо уметь. Слушай, сидит, бля, сидит с умным видом. Дон-дженерал, тот респект, тот он вообще. И ни хрена не делает. А я оставил ему документы, я не знаю, эти 25 страниц с серьезными, конкретными суждениями, идеями, как надо наводить порядок. Плод коллективного труда, специалистов, вообще. Я понимаю, что он понял, что с ним случится, если он развернет эту реформу, которую ему предложили. Я понимаю, но хотя бы имей совесть, я же все-таки государственный человек, депутат, министр и так далее. Позвони, даже не пригласи, лучше пригласить, так делают опыты управления. Пригласи, скажи, Антон Федорович, ну не могу я сегодня, вот рано, вот давайте мы посмотрим. Даже этого нельзя. То есть, что? Чтобы они сейчас говорили, что вот мы обратили... Кстати, я пошел на это дело, значит, с риском опозорить себя перед глазами своих коллег, по их призыву. Они же обратились, и сам, и он, и Гроссу. Да, да, да. Давайте, приходите, специалисты, нам сейчас сложно, у нас кадров недостаточно. И мы, как идиоты, старые идиоты, поверили им на слово. И пошли и опозорили себя. Ну, ничего, мы рассчитаемся. Спасибо, Антон Федорович. На здоровье. Еще раз спасибо. Спасибо.